Привет! Привет-привет! Привет, девочки! Я очень надеюсь, что у меня не упадет конструкция. У меня сломалась эта лампа, где крепится, и мне сын ее сделал на нитке. Вот, поэтому... Привет всем! Привет! Да, сейчас запустится. Привет-привет! Вот, все, пошло. У тебя очень красивые кудряшки. Спасибо, да. Но я их только коротко обрезала, они у меня стоят. Видите, их либо в хвостик я сейчас забираю, и то они не все помещаются. Либо вот так. Вот, поэтому вводим как-то пока так. Ну, ладно, хоть на лосо не побрилась. А хотела. Несколько было у меня таких... Прям... Желаний. Я есть зависимость. Ребят, почему я решила провести такой эфир? Я же все время рассказываю вам о том, что нет плюса и минуса, нет хорошо и плохо, нет каких-то моментов таких, которые... Могут эту любую ситуацию, в которой вы находитесь, интерпретировать как-то по-разному. Вот. Вернее, интерпретировать по-разному ее можно, но если вы начинаете падать в плохо или в хорошо, то она тогда вас выстегивает. Вы получаетесь в проигрышной ситуации, в какой бы вы ни были. Она... Если вы говорите, что вот эта ситуация случилась, и она хороша для меня, то это тоже нехорошо для вас. Потому что, когда вы говорите, что она хороша для вас, вы начинаете внутри как бы зажиматься, чтобы не упустить эту ситуацию, эту хорошую ситуацию, чтобы подольше в ней понаходиться. И из-за этого вот напряжения вы не чувствуете, не можете расслабиться, не чувствуете всей вот этой вот благодати, которая с вами случается. И когда плохо, то есть вы горюете, вы не можете углубиться вглубь этой ситуации, чтобы посмотреть, откуда она, почему она взялась, что вы из нее можете вытащить для самого себя. А вы опять же в таком напряжении и все время думаете, как у нас все время вот эти вот многие поговорки. Жизнь – это белая и черная полоса, после черной будет обязательно белая. И вы опять в предвкушении того, что будет. И у нас очень много вот этих вот поговорок, что, видимо, не настало еще мое время. Значит, подожду, значит, это еще будет. Нет, ребят, время вас не ждет, это обман. Это обман самого себя. Вот если у вас есть здесь и сейчас, если вы понимаете, что вам это нужно, что вы это хотите, это нужно реализовывать. Но только если вы понимаете, что вы этого хотите. Не навязано социумом, не навязано нашими любимыми, близкими, родственниками, потому что им бы так хотелось. Или они в этом видят свою вот эту вот ситуацию. А именно вам, если вы понимаете, что это вам нужно, то, скорее всего, нужно это идти и делать, потому что время оно ждать не будет. Оно просто идет, вне зависимости от того, есть вы или нет. Оно просто постоянно идет. И вот это вот состояние, сейчас я почитаю, ребят, чуть попозже вопросы. Сейчас сначала расскажу быстренько. Вот это вот состояние, я есть зависимость. Я, наверное, его вам нарисую даже. Сейчас, секунду. Смотрите, я, ребятам в марафоне, как раз у нас была тема. И мы это обсуждали. Вот смотрите, чтобы было понятно. Вот это вот я. Да? Я. Я. Видно, да? Хорошо. Вот это вот я. Я. И вот здесь вот в я, что я есть, когда мы приходим к себе. Я есть пустота. И вот эту вот пустоту мы все время заполняем. Работа. Жена. Муж. Дочь. Работник. Познание себя. Спорт. И миллион, миллион всего, что мы сюда впихиваем. В я. И мы понимаем, что из этого всего я, из этого всего формируется, формируешься ты. И это неплохо и нехорошо. Это просто факт. Но очень часто мы принимаем какие-либо вещи, вот в этом во всем, как свою зависимость. Как зависимость от работы. Вот трудоголики, они же, это же такие же алкоголики, такие же наркоманы. Люди, которые в спорте. Вот знаете, вот бывают такие, кто спорт любит, а бывают такие, вот я пойду на спорт, я сейчас куплю спортивное питание, куплю спортивные кроссовки, куплю спортивную сумку, я куплю спортивное это. Есть, когда ты покупаешь это, чтобы быть красивым, чтобы тебе было нарядно, чтобы ты себя чувствовал хорошо. А есть такие, которые просто вот у них там, если они углубились в спорт, то у них просто всё в спорте, у них вся жизнь в спорте. И это тоже зависимость, и это тоже нехорошо и неплохо. Это просто факт. Но это будет просто факт, это не будет хорошо и плохо, когда вы просто начнёте осознавать, с этим не надо бороться. Это не нужно убирать, это не нужно с этим как-то работать и прорабатывать. Это нужно просто понять, что вот это вот всё я спортивный, я спортсмен, я стремлюсь к какому-то познанию, к осознанию. Я мама, я жена, я муж, я отец, я работник, я ещё что-то. Вы должны понимать, что это не есть вы. И когда вы будете понимать, что не есть вы, то тогда это не превратится в вашу зависимость, в зависимость самого себя от этого. Что значит зависимость самого себя от этого? Это как раз говорит о том, что когда вы делаете огромный акцент вот на этом всём, вы же этот акцент делаете для чего? Только лишь для того, чтобы не увидеть эту пустоту. То есть, смотрите, вот если мы всё вот это вот уберём, то что останется? Останется вот это вот и я. Если мы поймём, что вот это не я, это просто есть во мне. Это как атрибутика, пусть так грубо, да, атрибутика меня, что я умею, что я могу, чем я занимаюсь. Но когда вы это всё можете вычистить, то вы узнаете, что я – это пустота. А как вы будете работать с пустотой? Мы же очень часто себя обременяем любыми, любыми. То есть, я голодальщик, я автономный, я психолог, да, я спортсмен, я мама, я ещё кто-то. Это же всё время вы себе проговариваете, чтобы не встретиться вот с этим, с пустотой самого себя. И когда вы встречаетесь с пустотой самого себя, только здесь вы понимаете, что, кто, где, когда, что такое я. И тогда вам себя не нужно идентифицировать ни с чем. Вы просто можете вот это вот брать, как из библиотеки, любое ваше качество, которое только вам на данный момент интересно, выгодно, удобно. Это вас радует не потому, что это надо. Тогда уже надо в вашей жизни отпадает. А потому что для вас это сейчас наиболее хорошо. Но только после того, когда вы прочувствуете, когда вы всё это выметите из своей жизни, когда вы повернётесь к самому себе и когда вы узнаете, что такое я, что это глубинная пустота из ничего. И на первых этапах это страшно. Это страшно осознать, что я просто есть пустота. Но только после осознавания, что я есть пустота, вы можете выбрать то, кем вы хотите быть. И тогда заполнить себя не то, где социум вам продиктовал, что нужно быть вот этим, нужно быть вот этим. У тебя вот это хорошо получается, значит, делай это. Ты замужем, значит, ты должна быть хорошей женой. Там ещё что-то. Вот это вот всё тогда уже для вас не актуально. Тогда уже вы на фоне своего тотального, глубинного я из ничего берёте только то, что вам нужно. И тогда, когда вы берёте только то, что вам нужно, вы становитесь истинным собой. А вот здесь вы, пока вы не посмотрели в себя, в глубину, в глубину ничего, вы и есть зависимость. Зависимость от работы, трудоголик. У нас же, блин, наверное, процентов 70 трудоголики. Причём это не говорит о том, что они хорошо зарабатывают, что им на всё хватает. Но то, что они трудоголики, это да. Я даже себя вспоминаю, когда я была в браке в первом. Мне было стеснительно днём поспать. Если, например, я не работала, у меня был какой-то там выходной по каким-то причинам, и мне захотелось спать, мне было стыдно. Думаю, как это днём я буду спать? Все вроде как что-то делают. Кто-то в огороде ковыряется, кто-то там дома что-то делает. Дети, с детьми вроде нужно позаниматься как-то. А я тут вроде как спать захотела. Мне было неудобно спать, я стеснялась. Я стеснялась отдыхать. Ведь таких людей на самом деле очень много. Марусенька, привет! И это как раз говорит о том, что я есть зависимость. Я зависимость от многого. И вот эту вот зависимость, мы её всегда поддерживаем, потому что мы не знаем, как мы будем вне зависимости от самого себя жить. Мы не знаем, что я такое без зависимости. И мы не понимаем, а как я... Вот мне на тот момент скажи, да как бы, ну если ты хочешь спать, значит организм хочет, иди поспи. Вы знаете, если бы я даже легла, я бы не уснула. Я бы и скрутилась, и с состоянием, что я такая нехорошая, встала бы и пошла бы что-нибудь делать. И пошла бы что-нибудь делать в два раза больше, чтобы наверстать вот эту вот для самой себя нехорошесть, чтобы её заглушить, эту нехорошесть. Это то же самое, когда мне пишут люди, Света, у меня откат, я зашёл в зажор. Да не откат, это же огромная благость. Почему это откат? Ты столько лет кушал, ты столько лет был в этом состоянии. И сейчас ты просто перешёл на другой уровень самопознания самого себя. И это же очень хорошо, что ты можешь и в таком состоянии быть, и в таком. И мы же все прекрасно знаем, что когда мы в таких вот бабочках, в перьях, когда у нас всё хорошо, у нас же ничего не решается. Нам хорошо, и мы, наслаждаясь хорошестью процентов на 30 максимум, потому что мы не умеем наслаждаться чаще всего, мы в этой хорошести не предпринимаем каких-то шагов основательных, то есть нам незачем это делать. Мы стараемся удержать баланс, что нам хорошо, не впадать в те состояния, что после хорошо будет плохо, что жизнь она белая и чёрная, что вот как очень часто, вот и очень, я до сих пор слышу, что смеёшься, плакать будешь, да? И вот мы всё время в этом вот состоянии скованности, вот такой вот непонятной. И только когда нас, мы себя вернее, загнали по самому, а не хочу куда-либо, неважно куда, чем хуже, тем для нас, видимо, это прям вау. Только тогда мы начинаем делать какие-то иные шаги для реализации самого себя. Только тогда мы взращиваем самого себя. Только на основании себя полумёртвого мы можем себя взрастить. А почему так бывает? Потому что нас не научили ценить, нас не научили любить, нам не показали, что это вообще всё создано. Создано нами же, для нас. То есть от нас не кто-то подселил на эту планету, вот такие вот мы подселенцы, готовые что-то принесли. Это же мы и всё делали. Просто то, что мы не помним, это не говорит о том, что мы этого не делали. Мы все живём в каких-то домах, многоквартирники, либо частные дома. Мы живём в этих домах и строили их тоже мы. Не конкретно я, не конкретно, может быть, ты, но точно такой же человек. И для нас это нормально жить, зная, что мы строим. А планету-то ведь тоже мы создавали. То есть все блага, которые есть на этой планете, их создавали мы для таких же, как мы. Но пользоваться этим на каком-то этапе для нас стало не совсем удобно, где-то постыдно. А что ты сделал, чтобы взять вот это? А заслужил ли ты это? И вот это вот, заслужил ли ты это? А что ты сделал? А как ты себя вёл? А как ты учился? А как ты это? И вот это вот всего-всего-всего, настолько вот идёт вот это вот унижение, даже неосознанно, что ты впадаешь в зависимость от самого себя. То есть в зависимость, что если я буду хорошим работником, я буду вот таким-то для себя, не для кого-то. Всем остальным вообще пофиг на вас, ребят. Вообще всем остальным вообще срать, что бы вы ни делали. Если от вас берёт кто-то какую-то полезную информацию, ну что-то полезное, то пока он берёт от вас что-то полезное, вы ему нужны. Если для кого-то уже не стала эта информация актуальна, они про вас забыли и всё. Если они на вашем фоне выглядят более успешными, более удачливыми, удачливыми, то они рядом с вами. Если они у себя в голове создали вас вот таким-то, они будут с вами до тех пор, пока вы будете соответствовать их образу в их голове. Как только вы вышли из образа, который они создали для вас, вы будете им неинтересны, потому что вы уже не такой, хотя вы-то не изменились. Поэтому, когда мы впадаем в зависимость, что я буду вот таким хорошим, вот я буду вот где-то делать и вот это делать, всегда задавайте этот вопрос, а кому это надо? Быть хорошим родителем. Что такое критериальность хорошего родителя? Что вы подразумеваете под хорошестью? Хороший родитель. Вообще хороший родитель – это хороший пример счастливого человека. Вы стали счастливым человеком? Или вы пытаетесь своему ребёнку навязать то, что, по вашему мнению, вы упустили? Может быть так? И здесь очень-очень много всего. Привет, Алексей! Ребят, если есть вопросы, можете написать. Вот. Я попробую в следующий раз ещё раскрыть какие-нибудь темы, такие, которые вас больше и больше будут освобождать от любой зависимости самого себя, после которых вы будете максимально открытыми перед самим собой, после которых вы не будете бояться вот этой вот тотальной пустоты, тотального ничего, которым вы есть. И это прекрасно. Только когда вы пусты, только когда вы абсолютный ноль, да, которые нам говорят, что это плохо, ты абсолютный ноль, значит, это плохо. Только когда ты абсолютный ноль, ты можешь принять информацию. Потому что если ты забить под крышечку, то ты уже ничего не сможешь принять. У тебя некуда её вкладывать, ты ещё ту не переработал. Поэтому то, что изначально было плохо, наверное, наверное, это в каком-то смысле есть хорошо, есть хорошо для познания себя. И как только мы познаём себя, тогда у нас уже нет хорошо и плохо. Спасибо. Спасибо, ребят. Вопросов вроде больше нет, да? Если есть вопросы, ребят, пишите. Я с огромным удовольствием отвечу. По поводу ретрита, если есть ли места на ретрит, да, конечно, ещё пока есть. То есть я не настолько прям, меня не настолько много людей знают, я не настолько там какая-то там широко известная в массах, чтобы там у меня, как только я сказала, что ретрит запустится, что ко мне сразу же там полный зал набежал. Нет, конечно, есть, ребят. Но ретрит будет бомбическим. Это я вам обещаю. Как выглядит эта пустота? Как ощущается? Пустота всегда ощущается, как пустота. Пустота – это, я имею в виду, пустота та, когда тебе не нужно себя идентифицировать со своим физическим телом, когда тебе не нужно себя идентифицировать с чем-либо в этом пространстве, когда тебе не нужно себя идентифицировать ни с какими другими иными людьми, когда ты без идентификации себя чётко понимаешь, что я есть, вне зависимости от того, что есть вокруг. Я просто есть, и всё. Это про другое. Полностью отсутствие мыслей? Ну, вообще, ребят, что такое мысли? Мысли – это... Мысли нашу голову заполняют только тогда, когда мы себя не слышим и не видим. Это как один из идентификаторов нас, что мы живы, мы можем мысли. И мы можем мыслить только в том случае, когда мы себя не осознали и мы не познали временной аспект. Мы немножечко туда зайдём, в то, что я буду рассказывать на ретрите. И когда мы... У времени есть разные частицы. Эмеры, аэроны, и ещё там несколько. И когда мы осознаёмся, когда мы познаём это пространство, когда мы можем видеть, чувствовать энергетическую волну, то мы можем быть самой мыслью. И только после этого мы можем мыслить только тогда, когда нам это удобно для чего-либо. То есть мы уже не сидим там, знаете, вот сидишь, и там миллион мыслей прошло. Так, носки я зашила, так, плиту я выключила, это погладила, а им сегодня пельмени сварить, завтра-то я куда поеду. А он туда уехал, мне надо будет позвонить. Этого уже нет, потому что это уже к вам сейчас, в данный момент не относится. И если к вам сейчас, здесь и сейчас не относится что-либо, то этих мыслей нет. То есть вы себя догоняете. Но я сейчас в двух словах это объяснить не смогу. Это как раз мы будем проходить на ретрите, что такое догнать себя, и почему тогда мысли, они становятся неактуальными. Они будут у вас только тогда, когда вам нужно решить какой-то вопрос здесь и сейчас. У меня иногда такое случается, дискомфорт. Ну, наверное, первое время будет дискомфорт. У меня был не дискомфорт, у меня даже изначально было какое-то чувство страха. Как перестать сливаться и зависеть? Сливаться, имею в виду, с кем-то. Нужно осознать, зачем ты. Ты же сливаешься не просто так с кем-то, а ты сливаешься, потому что тебе мало себя. Ты себя не чувствуешь наполненной, ты себя не чувствуешь ценностью для самой себя. И ты как будто бы добираешься через кого-то другого. И вот когда идёт добор тебя через кого-то другого, у тебя идёт мнимое, что я вроде бы как есть, но удовлетворённости нет. И поэтому ты снова и снова продолжаешь это делать. Это отличается от пофигизма и эгоизма? Да, конечно, это не про это. Пофигизм и эгоизм… Это не про это. Пофигизм и эгоизм – это, наверное, про ту плотность, с которой мы живём. Это когда мы искусственно пытаемся не перед самим собой показать, что я вот такой вот, а перед кем-то другим. Потому что когда мы эгоисты и пофигисты, часто мы же от кого-то другого слышим этот критерий, не от себя. Потому что когда мы себе говорим, вот я эгоист, я пофигист, другие говорят, да ты что, нет, всё нормально. А когда другой кто-то говорит это, то здесь уже нужно понимать, что мы это делаем для кого-то другого, не для себя. Потому что как только мы начинаем что-то делать для себя, для себя мы можем что-то сделать, истинно для себя, только по состоянию своей души. А по состоянию своей души мы априори не можем кому-то навредить, потому что мы делаем для себя. И тогда любой другой не будет опечален, так скажем, нашими какими-то действиями. Может быть, он будет первое время в какой-то растерянности, но точно не в какой-то злобе. Может быть, в неприятии первое время, в непонимании, я бы так, наверное, сказала больше. Но это точно не будет какая-то злость либо агрессия. Я есть, а дальше? Всё равно же куда-то идёшь по знанию и самообразованию. Значит, опять начинаешь заполнять и опять всё по кругу. Нет, смотри, здесь ты заполняешь себя социальными нормами, социальными критериями. Здесь тебя заполняют. С детства тебя заполняют. Когда тебе родители что-то говорят, ты такая, они тебе сразу же дают оценку. Ты такая, ты красивая, ты хорошая, ты умная, ты непослушная, ты ещё что-то. А потом социум. То есть мы привыкаем, что нас идёт идентификация, нас идёт через социум. И мы отсюда социум начинаем вспихивать. Кто я? Какая я? И вот сюда вот определяем, кто я. Это то же самое, как гороскоп. Гороскоп говорит, вот у вас сейчас будет вот это. Вот такой-то гороскоп, он значит вот это. Опять впихнули, ещё впихнули. А когда ты себя познаёшь, ты знаешь, ты уже сюда не впихиваешь социум. Ты уже впихиваешь, что я есть. Я есть чего? Я чего хочу? От чего мне будет комфортно? Мне, только мне. И здесь уже про другое. Получается, мы делаем только то, что считаем, что нужно здесь и сейчас. А как же планы на будущее? Ну, смотрите, смотрите, вообще, что такое планы на будущее? Вообще, изначально будущего не существует. Какие планы на будущее? Вот вы можете настроить планы на будущее, пойти, и вам кирпич упал, да? А может кто-то сидит, сидит там в позе дзен, и такой, а какие планы на будущее? У меня всё хорошо. И сидеть, сидеть, и мы потом родственники подойдут, через неделю под жопу пнут и скажут, слушай, хватит сидеть в нашей квартире, блин, за которую мы платим, иди работай. Есть и такое. Но тут есть тогда уже другое понимание, что тебе нужно. То есть, смотрите, я на своём примере просто скажу, что мне нужно? Мне, чтобы здесь быть в комфортном состоянии, чтобы здесь сейчас быть в комфортном состоянии, значит, мне нужно здесь и сейчас сделать так, чтобы я была в комфортном состоянии сейчас, снова сейчас и снова сейчас, потому что в каждый момент это снова сейчас. И в этом сейчас, чтобы мне быть комфортным, мне надо сделать такие-то, такие-то действия, чтобы дальше мне было комфортно. Но это не про то, что… То есть, смотрите, мы очень часто путаем, что вот это вот, мы какие-то себе планы наметили, и если мы до них не дошли, до этих планов, то мы идём в разочарование. У меня этого нет. То есть, если вот это не случилось, значит, я говорю, хорошо, значит, я сделаю вот это. То есть, в моей жизни как отсутствует и вот такое, о, здорово это случилось, так и вот какая-то вот печаль печальная, что ну что ж такое-то, ну что ж я делаю не то, почему у меня это не происходит. То есть, когда ты идёшь по душе, то есть, смотрите, как ещё, ну, вот, например, у меня сын заканчивает школу в этом году и идёт учиться дальше уже, он выходит из школы. И я понимаю, что мы с ним поговорили, я говорю, мне было бы комфортно, мне, ну, то есть, он свои хотелки сказал, я ему сказала, мне было бы комфортно, если бы ты пошёл туда, потому что если ты пойдёшь, например, куда-то на платный, не факт, что я смогу оплачивать. Ну, это действительно так, как бы я немного так зарабатываю, там, не какие-то там миллионы, чтобы я могла там что-то оплачивать. Я говорю, может быть, вот так вот. То есть, я ему сказала, как бы мне было комфортно, но если этого не случится, значит, оно случится по-другому. И он уже на основании этого делает какие-то выводы. То есть, я не говорю о том, что вот есть же родители, которые на образование детей берут кредиты, на образование детей идут работать на 33 работы. Я сказала своему ребёнку, что ты уже, я в тебя верю, ты достаточно состоятельный, состоятельный в смысле состоялся уже человек, человек уже состоялся со своими мозгами, да, который понимает, что, например, сегодня ему, я считаю, что человек состоялся, это когда он уже понимает, что, например, там, это можно, а это нельзя. Ну, я, к примеру, как бы понятнее объяснить-то. Ну, то есть, я его уже не из ложечки кормлю. Он какие-то действия свои принимает. Если он, например, принимает действия пойти с друзьями куда-то погулять, то он точно так же должен принять действия по своему дальнейшему образованию. Это его образование. Если я буду его, за его образование что-то решать, это просто будет говорить о том, что я не уверена в своём ребёнке, что он не сможет, что я буду такая молодец, я сейчас ему всё оплачу, потому что он-то ведь не может. Ну, что ему там всего-то столько лет? Ну, куда он пойдёт работать? Ну, куда он сделает ещё что-то? Нет, это не про это. Это именно про то, что я даю ему максимально уверенности в том, что я знаю, что он это сможет. Он сможет так, либо так. Либо он будет бесплатно учиться, он сможет своими мозгами это сделать. Либо, если не сможет это сделать своим мозгами, он пойдёт работать и будет оплачиваться. И так он сможет. И там будет у него опыт, и там будет у него опыт. Понимаете, это два разных опыта, но это будет его опыт, это будет его жизнь, но я надрываться уже не буду, то есть я не буду свою жизнь, я не буду выпадать из своего поля жизни, чтобы залезть в его поле жизни, где ни он, ни я с моим присутствием в его жизни не будет счастлив, а я буду здесь и сейчас. И поэтому, когда мы говорим о планах на будущее, они есть, мы, конечно же, я же не говорю, что мы живем одним днем, но у них уже нет такого, то есть у меня нет такого, что я должна залезть в чье-то поле. Да, я себе строю планы, но строю планы только по себе, по «я здесь», не потому, что я куда-то должна залезть, чтобы здесь мне было хорошо, не потому, что меня кто-то должен взять к себе на работу, может быть, я там вообще никак не буду с ними совпадать, но и мне так захотелось, поэтому вот у меня такие планы, чтобы меня взяли куда-то на работу там, да? Нет, это же про то, что ты влезаешь в чье-то поле, а ты-то здесь где? Не знаю, ребят, понятно я объяснила или нет, если нет, напишите я как-нибудь еще по-другому немножечко. У меня, когда я в пустоте, то ощущение, что мне чего-то не хватает, на самом деле это очень приятное ощущение, но непривычное. Ну да, когда ты будешь «я есть», тебе будет вообще очень комфортно, ты будешь с огромным удовольствием вот эти вот моменты, когда ты в самой себе, для самой себя, они будут очень комфортны, потому что это же изначально только ты, вот эта вот пустота, а потом начинает пустота наполняться. Она наполняется теми моментами, на которые моменты ты сейчас можешь, которые ты можешь раскрывать. То есть изначально это моменты, которые тебе человек что-то рассказывает, а ты видишь, на какой матричной платформе он стоит, ты видишь его программы все. И ты, если он просит что-то, только если просит, ребят, никогда не влезаем в чужое поле, ты можешь ему сказать, ну да, вот это вот так вот. Потом у тебя уже следующий этап идет, ты уже можешь другие вещи видеть, потом следующий. И уже ты можешь видеть такие вещи, как мультяшные, да, то, что там в сказках были, то, что если обычному человеку расскажут, обычный человек скажет, ну все, ку-ку. Ку-куха съехала, все, с этим человеком лучше не общаться. То есть потом ты начинаешь другого плана, другого уровня видеть, видеть вот это пространство, потому что ты постоянно становишься плотнее, и за счет вот этой вот плотности ты постоянно раз, 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 и начинаешь уже получать другую информацию. И это становится, если простым языком говорит, это становится интересно, это твое познание, это твоя ДНК, это твой род, это твой мир, это твоя плотность. И ты начинаешь уже познавать такие моменты, которые, ну они великолепны, они не написаны нигде в книгах, ребят, вы их нигде не прочитаете. Очень многие вещи, про которые я говорю, их не прочитать, но они, когда их начинаешь складывать, они логичны, их как бы по-другому даже, ну по-другому как. Можно любой вопрос задать, и я на него отвечу. Но вот что касаемо уже вот тех моментов, да, которые кажутся такими нереалистичными, так я бы сказала. Благодарю, Юлечка. Вот, поэтому, ребят, приезжайте на ретрит, и там будем проговаривать все вот эти вот вещи, как, что, куда, что у вас потом открывается, почему открывается, зачем вам это, как это понять, куда прийти. И это все, 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 будем про это проговаривать, будем углубляться в эти моменты, чтобы вы сами уже не с моих слов, а сами увидели, как это все происходит. Это очень интересно. Ну, а кто не сможет приехать по каким-либо причинам, то после ретрита я уже говорила, что я к нему немножечко подготовлюсь только, чтобы понимать вообще, сколько он дней должен идти. Я запущу такой ретрит, он, наверное, будет ближе к психосоматике, но это будет не попсовая психосоматика, не поверхностная, а глубинная. То есть, что такое почки, что они выдают, почему почки так реагируют, на что почки реагируют, что такое принять и дать, это все почки. Как мы это реагируем. Потом дальше зубы, где, почему у нас зубы в таком или в таком состоянии, где скапливается почечная кровь, как ее, как ее запустить, как запустить, чтобы зубы были в более комфортном, более здоровом состоянии, да, так скажем. Я уж не говорю пока про вырост зубов новых. Вот, потом, что такое поджелудочное, что такое селезенка, как они влияют на внешний мир, как внешний мир нам дает понять, что у нас что-то не то происходит с органом, какие упражнения сделать, чтобы запустить тот или иной орган. Вот такой вот еще марафон запущу я, у кого не будет возможности приехать на ретрит. Пока я не знаю числа, но после ретрита он заканчивается у меня 7 числа, но как минимум денька 3 я себе дам на перезагрузку, вот, а потом, наверное, уже можно будет и объявить, когда этот марафон будет запускаться. Присоединиться, конечно же, сможет каждый. Вот, большое спасибо, Светочка, все понятно, все, всех обнимаю, всех целую, спасибо за вопрос. Ну что, ребят, буду тогда заканчивать, будем чаще встречаться, и завтра мы такую очень коварненькую тему рассмотрим в закрытом клубе в Лавруме, вот, кого еще нет, там присоединяйтесь, там у нас чисто символическая оплата, чисто символическая оплата это как раз то, что человек говорит, да, я хочу, мне нравится, что вы там даете, я хочу дальше, это мое понимание, что этот человек действительно хочет, ценит, и ему нравится та информация. Спасибо огромное за сердечки, мне очень приятно. Вот. А сегодня мы на марафоне тоже раскроем тему такую, как отношения, отношения между родственниками, отношения между родителями, почему эти отношения такие складываются, и почему нам это комфортно, хотя мы от них можем реветь. Вот. И об этом мы тоже поговорим. Все. Спасибо большое за эфир. Примеры с учебой сына как отрезвил. Спасибо, Оксаночка, да. Все. Благодарю вас, сохраняю эфир. Спасибо огромное, что были со мной, спасибо за вопросы. И если есть какие-то пожелания, какую тему хотите раскрыть, то пишите, и я ее озвучу. Все. Всех обнимаю. Спасибо. 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 Продолжение следует...